Сизова 24, теперь такой ответ должен быть на вопрос, а где на Алтае дом актера? Запомните этот адрес, теперь сюда можно будет приносить подарки своим театральным кумирам. Шутка, конечно, но в каждой шутке, как известно, есть и доля правды, ведь из 126 квартир 92 дадут работникам театров. При этом сотрудникам музеев своего жилья, видимо, придется подождать. В августе на встрече с тогда еще кандидатом в губернатор Виктором Томенко и они озвучивали свою же личную проблему. С низкой зарплатой о собственных квартирах музейщикам приходится лишь мечтать. В части музеев это не выделялось как приоритетное направление, хотя, безусловно, это направление важное, эти люди очень ценны для отрасли. Но вот в рамках данного дома будет решен вопрос только по реставратору. Кроме 92 театралов и одного реставратора, в дом въедут еще около 47 медиков и педагогов. Жить в этих стенах они будут, пока занимают свои должности, то есть квартиры в собственность не передаются. По контракту строительства здесь должно быть завершено уже в конце марта. Вывели полноценные все бригады по отделке, то есть приступаем к откраске здания, приступаем к оклейке обоев, то есть вышли на финишную прямую. На объекте, по словам подрядчика, одновременно трудится больше ста человек. Готовы к работе лифты, проведены пусконаладочные работы всего электрооборудования. Батареи уже греют. Заказчик готовится принимать объект. Сейчас принимаем работу по факту, смотрим качество выполненных работ и оплачиваем. Проблем с финансированием в данном случае нет. Строительство краевому бюджету обошлось 229 миллионов рублей. По предположительным оценкам заказчика, первое новоселье в этом доме смогут отпраздновать уже в июне. Андрей Дреяр, Николай Шилко. Наши новости. Продолжение следует...